Госсекретарь США Джон Керри, который покинет свой пост менее чем через месяц, решил внести ясность в свое видение израильско-палестинского конфликта. Главный дипломат США заявил, что если Израиль решит остаться единым государством с Палестиной, он не сможет быть одновременно еврейским и демократическим. Он добавил, что курс израильского правительства говорит о том, что оно стремится в сторону политики одного государства. Речь уходящего со своего поста. Госсекретаря продолжалась больше часа и вызвала крайне резкую реакцию израильского руководства. Тему продолжит Мария Гордон. Госсекретарь США Джон Керри мечтал о Нобелевской премии мира. Барак Обама получил, а он вполне себе миротворец. Нет. Ближневосточный конфликт упорно стоял между Керри и его мечтой. Сегодня пришлось объяснять, почему она не сбылась. Объяснения больше походили на оправдание и затянулись на целых 70 минут. Главным образом Джон Керри пытался разъяснить, почему Америка воздержалась от голосования по резолюции в совбезе ООН, а не наложил на нее вето, как хотел бы Израиль. В итоге Вашингтон позволил Организации Объединенных Наций принять документ, в котором Израиль назван оккупантом и в котором резко осуждается строительство новых поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Концепция двух государств для двух народов, которые помимо Обамы придерживались президенты Джордж Буш-младший и Билл Клинтон, заметно отдалилась за последние два года. И Джону Керри было особенно трудно это принять, как и объяснить, почему американо-израильские отношения находятся сейчас на неслыханно низком уровне. Если бы мы наложили вето на резолюцию, это означало бы, что Соединенные Штаты выдали лицензию на дальнейшее безудержное строительство поселений, против чего мы принципиально выступаем. Поэтому мы отметаем замечание о том, что наше голосование предает Израиль. Не резолюция изолирует Израиль. Напротив, постоянное строительство поселений рискует сделать мирный процесс невозможным. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньягу в сердцах заявил, что резолюцию организовала администрация Обамы. В своей речи Керри пояснил, что это не так. Просто существует консенсус по вопросу Западного берега. Впрочем, консенсус не продлится особенно долго. Избранный президент США Дональд Трамп, как обычно, сформулировал свою внешнеполитическую платформу посредством Твиттера. «Держись, Израиль, я скоро буду». Мы не можем более допускать, чтобы к Израилю по-прежнему относились с таким осуждением и неуважением. У них раньше был большой друг в лице США. Но не сейчас. Началом конца была ужасная иранская сделка. А теперь это ООН. «Держись, Израиль, 20 января уже скоро». На Святой Земле, где очень внимательно слушали проповедь Джона Керри, она вызвала острое раздражение. Больше часа Керри был занят исключительно поселениями и практически не затронул корень конфликта. Отказ палестинцев признать Израиль в каких бы то ни было границах, подытожили израильские политики. Израильский лидер пошел дальше. Я глубоко разочарован выступлением Джона Керри. Так же, как и принято и в ООН антиизраильской резолюцией. Своим голосованием в Организации Объединенных Наций США продемонстрировали радикальный разворот в своей политике по отношению к Израилю. С надеждой мы смотрим в будущее, когда к власти придет новый президент Трамп, с которым мы надеемся нивелировать ущерб, нанесенный Израилю этой резолюцией. Перед госсекретарем Керри стояло три задачи, которые он пытался решить на протяжении своего срока на посту. Это ядерная сделка с Ираном, мир в Сирии и решение израильско-палестинского конфликта. В случае с иранским досье прорыв удался. Проблемы Израиля и Сирии достаются следующей администрации. А она, как пообещал Дональд Трамп, возьмется за них всерьез. Ясно, что нарочитое миролюбие и идеализм Обамы не сработали. Но что произойдет с Ближним Востоком после прихода Трампа, способного уместить свою внешнеполитическую концепцию в несколько твитов? В Израиле оптимистично полагают, что хуже не будет. Мария Гордон, телекомпания RTVI. Бениамину Нетаньягу, похоже, предстоит решать не только внешнеполитические проблемы. Премьер-министр Израиля станет фигурантом уголовного дела. Об этом со ссылкой на заявление генпрокурора страны сообщил 10-й израильский телеканал. При этом не уточняется, в чем именно подозревают Бениамина Нетаньягу. По данным Аруц Эссер, главу Кабмина, вызовут на допрос для дачи показаний по двум случаям. Уголовное дело было открыто по приказу генерального прокурора Израиля Вихая Мандельблита. Однако комментировать данную информацию представители прокуратуры, как, впрочем, и канцелярии премьера, отказались.